Так, друзья, зададим вопросы Хайяму. Хайям, расскажи, пожалуйста, вот сколько ты по времени в Швеции? Скоро будет 30 лет. Ты учился в России, а потом переехал сюда и подтвердил свой диплом врача, да? Да. А сколько учился в России и где? Я учился, вот вначале начал в Ташкенте. Третий курс приехал в Москву. С третьего курса учился в втором медицинском институте, именно Берегова. Хайям, а скажи, а почему ты выбрал Швецию для переезда? Потому что я брат был здесь уже несколько лет. А ты родился где? В Курдстане, Иракском Курдстане. А как попал в Россию? В Россию я через Курдской партии. Мне помогли, чтобы приехал учиться. Ну, пошлёшь свои бумаги, так называемое место, называется социал-сервисом. Так. То есть вот туда пошлёшь и тебе скажут, что тебе именно надо делать. То есть ты взял свой диплом, перевёл его на шведский и отправил его... Моя диплом не перевёл, я его копировал. А, копию. Да, копию и послал этому социал-сервису, как так называется в Швеции. И они тебе именно скажут, на что ты имеешь право с этим дипломом. Сколько тебе понадобилось времени, чтобы подтвердить свой диплом и фактически... Правда, скажу, долго. Сколько по времени? По времени, поскольку у нас семья, туда проблема, язык, я бы сказал. Ну, если отнимать остальное, то около 5 лет мне, правда, пришлось. То есть 5 лет ты доучивался, чтобы работать в Швеции врачом? Да, да, но ещё работал в это время, как-то всё равно имел право работать, как называется диспенс, как рентген-доктор. На рентген-логическом отделении у меня было право работать с первого дня. Да. И на этих, как уход за, как доктор, уход за больными, за старыми. Я понял. Хаям, вот ты когда приехал и работал, начал работать, какая у тебя была зарплата? Зарплата у меня вообще в первую очередь, первые 6 месяцев у меня бесплатно работал. То есть нарабатывал просто практику, да? Да, да. Не практику, они мне вроде бы, чтобы я... Они увидели, что я работаю, я врач, 6 месяцев взяли меня, а платил мне там, там... Типа коммунальная помощь была у меня всё равно, хотя я работал врачом-рентгенологом. А жильё они предоставили тебе? Ну, жильё тоже коммунант нам давали, помогали, поскольку я работал, они знали, что я ничего не получаю, пособия давали. Я понял. То есть хватало пособия вообще на жизнь? Ну, так. Тогда я бы сказал, да или нет. Если вот с кем, с какой жизнью сравнивать? Той жизнью, которую я имел, я как студент, конечно, немного лучше был, но на сейчасной жизни, конечно, это ничтожнее получали пособия. Вообще ничего не сравнимо. Я понял. Ну, вот 6 месяцев прошло, а потом что было? Потом ещё мне хотели продлить 6 месяцев бесплатно. Такое и такое же условие. Я говорю, нет, друзья, до свидания. Ага. Бросил. Ну, а когда ты начал полноценно работать? Полноценно, вообще-то, первый раз я начал в 2001 году. То есть сколько прошло месяцев? Больше 6 месяцев и ты уже начал работать полноценно, да? Нет. Я говорю, это я говорю ещё в 96-й год. Ага. Ну, вот после 6 месяцев испытательного срока какая у тебя была зарплата после этого? Ну, я понимаю, как очень трудно было в наше время получить, как говорят, заходить в шведскую систему здравоохранения. Нелегко было. Сейчас намного легче. Я живу в Омске. В наше время, когда я приехал в 90-х годах, было труднее. Какие-то законы были ограничивающие докторов из вне Европейского союза или вне европейских стран, западноевропейских стран. Я понял. Ну, вот смотри, 6 месяцев прошло испытательного срока и тебе уже начали платить какие-то деньги, да? После этого, вообще-то, прошло какое-то время, я другую работу нашёл в больнице. Первые 3 месяца бесплатно было тоже, поскольку тоже хотели. Обычно в Швеции так, специально тогда. 3 месяца увидели, а потом через 3 месяца сразу мне дали первую зарплату. И сколько она была? Ну, около тогдашним деньгами около 3000 долларов уже. То есть первая твоя зарплата в Швеции была 3000 долларов? Около 3000 долларов, да. Я понял. Это что был за город? Город Арвика. А, это в Арвике? Да. А, я понял. Да, Арвика, кстати. А потом работал ещё 6 месяцев у них после этих трёх. 6 месяцев ещё работал, они уже увеличили меня на 1000 долларов. Я понял. А какое у тебя конкретно, какое направление в медицине? Вначале я был обычным врачом, то есть общим врачом. Да. Потихоньку я получил, потом подал на специализацию. Делал первые, около 5 с половиной года я получил делать, как говорят, образование, специализацию в общей терапии. Врачом-терапевтом стать. Стал общим терапевтом. А ещё 2 года у меня потом позже учился ещё, чтобы стать кардиологом. Потому что у меня была, уже я терапевтом был, да. Уже кардиологом меньше требовалось. Я понял. А где ты учился 5 лет? 5 лет учился в разных городах. То есть в основном рабочие места была Арвика. А учёба там, скажем, уже когда где надо дополнять, в городах Карлста, Оребру. Да, в основном эти. И курсы разные в разных городах. То есть Харулинска там в Стокгольме, Дандрид, больница Дандрид в Стокгольме. То есть несколько больниц тоже курсы проходили. Я понял. А ты когда проходил обучение, тебе какие-то деньги платили? Полная зарплата. И ещё обеспечивали общежитие или не общежитие, гостиницу и билет. Туда едешь, например, на какое-то время. Например, я был в Карлстере, всё бесплатно было. Поехал туда-обратно. В Оребру три месяца был. Там даже, то есть, квартиру, да. Одну комнату квартиру мне снимали бесплатно. И зарплату давали ещё. Ещё я получал, то есть зарплату давал мне уже, зарплату мне давал уже моя больница. Но, если я ещё дежурил, поэтому, где я работал там и дежурил, они за дежурство, они сами платили. Я понял. Хаям, многие хотят переехать, люди сюда, в Швецию, потому что, ну, и работать врачом, в медицине, потому что в Швеции очень высокие зарплаты. Скажи, пожалуйста, какая вот здесь зарплата? Сколько можно зарабатывать? Зарплата зависит, сколько человек хватает. Дежурство очень много увеличивает зарплату, да. Сколько дежуришь, сколько больше получаешь платы. Вот скажи, сколько у тебя максимально в месяц ты зарабатывал? Самое лучшее. Ну, конечно, в Швеции это тайна, но не ты, допустим, а твои знакомые. Ну, если сказать так, ну, мои там, например, я знаю там врачи, которые... Зависит, если работаешь постоянно в одном месте, да? Да. У тебя контракт с больницей, ты работаешь уже всё, это твоя работа. А если работаешь, как я, например, где я нужен, там и работаю. Я намного больше получаю. Не скажу, сколько, но намного больше. Ну, а если взять эти, поскольку я оплачиваю сам много чего. Да. За социальные, за социальные услуги, за не знаю чего, и налог. То есть я оплачиваю сам. А если работаешь в больнице, контрактом, ты получаешь приблизительно можно, как если на моём уровне, то есть быть кардиологом и терапевтом-кардиологом, около минимум 50 тысяч получишь в сегодняшнем числе, около 5 тысяч евро. То есть 5 тысяч евро это минимальная зарплата в Швеции? То есть врач, как я, может получить. Это я не говорю, если они хотят больше ещё дежурства, не знаю, там это, это. Они врачи сами понимают, да, у нас много дежурств разные. По субботам, по воскресеньям, по ночам или по красным дням там, например. Да? Разные цели здесь. Я понял. Вот если ездишь, допустим, по разным городам. По разным городам я лучше получаю, поскольку я сам управляю и потом я работаю, где я нужен. А не где я уже, контракт у меня есть, может быть, я нужен, может быть, уже даже не нужен. Так особо. Хайям, скажи, сможет врач, допустим, за месяц заработать 150-200 тысяч крон? Это запросто. Легко может, да? То есть 10, 15, 20 тысяч евро можно спокойно врачом в Швеции зарабатывать? Поскольку это около 300 тысяч крон в месяц. Какие деньги, если заработать, ты можешь спокойно, например, работать в месяц, да, собрать себе, не все взять сразу с зарплатой, как я. Например, сейчас я собираюсь, зимой не работать, 6 месяцев. 6 месяцев не буду работать, зато я 6 месяцев, которые работал уже, я могу отложить деньги, получить зарплату, отложить еще на 6 месяцев себя, вот, да. И не работая, не работая, обеспечивать себя. И так и будем делать в этом году впервые. Я понял, ты, я знаю, что на зиму в основном ездишь в Испанию, да? В Малагу. Да. То есть у тебя такой график, что ты можешь просто поехать в Испанию? Да, вот мы сейчас, именно вот график у нас 6 месяцев, практически не работают, и жить на то, чтобы и заработали. Я понял, в Малаге тоже будешь открывать что-то, связанное с медициной? Мама хочет, я, правда, скажу, не так особо. Уже хочется отдыхать просто на солнце, да? Да, просто отдыхать и учить, испанский хочу учить почему-то. Понял. Английский и испанский. Ну, а как вот, Хайям, тебе вообще в общей, в общей, Швеции, как тебе нравится? Вообще, что скажешь о Швеции? В Швеции я себя чувствую дома, правда скажу. Я вообще не чувствую, что я в чужой стране или что-то так. И народ тоже, несмотря на, говорят, расизм. То есть, расисты, не знаю, чего некоторые говорят. Но я, правду скажу, нет. На работе вообще не чувствую такого. Я понял, у тебя двое детей здесь, да? Да, они Швеции вообще. Сколько они здесь уже живут? Да, они родились один в 90-м, другой в 93-м году родились. Чем занимаются? Один учится на экономию, закончится скоро, а другой на врача. На врача здесь, в Стокгольме, в Швеции? В Польше, да. А почему больше? Потому что здесь ему труднее было, надо было еще год стараться, чтобы попасть в шведскую. Там оценка больше требовалась, чем в Польше, да? Он говорит, папа, могу еще год или тебе как ты мне советуешь? Поехать в Польшу или в любую другую европейскую страну? Там Данимарк была, возможно. Польша, Балтика, в Балтической стране. Ну, Польша, я говорю, Рижская, там недорого самолет, и на английском. Он английский хорошо знает. Я говорю, уезжаем туда, а он уже там. Понял. А один сын еще здесь учится на экономиста. На каком курсе? Ну, последний вообще-то. Сейчас. У него платное образование или бесплатное? Бесплатно полностью. А ему платят за то, что он учится? Он сам долг берет, пособие берет. Пособие дает. Это если ты не хочешь взять, вообще, студиолен так называемый, да? Это, то есть, долг во время учебы. Вот, пособие низкое. Ты не справишься только с пособием. Он работает, иногда не хватает, берет, то есть, студерское, да? Еще такой момент хотел спросить. Вот, допустим, человек хочет работать врачом, да? Или инженером. И вот он приезжает сюда. Первая ведь трудность – это найти жилье. Как быть в этом случае? Зависит, как он приезжает, да? Если он приезжает на работу, работодатель должен все обеспечивать до приезда. А возможно найти такую работу, чтобы работодатель полностью тебя обеспечен? Не, так, понимаешь, работодатель зависит, что он. Например, ты врач. Да. Он тебе хочет, чтобы ты работал у него. Поэтому он постарается тебе все делать. А если ты сам приедешь, конечно, ты должен сам все делать. Ну, а так по идее… По договору, да? По договору. Там что он может тебя… Главное. Ну, обычно больницы, да? Болницы эти, они обеспечивают сами. То есть, они жилье дают, да? Да. Они, потому что где работа дефицитная, очень стараются, чтобы все делать. Чтобы человек приехал. А если не дефицитная, конечно, никто не берет на себя. Даже это. Зависит, какая работа. Но я бы сказал врачей, если они принимают, все будут делать. Временно, пока сам найдешь. Вот это тоже надо знать, что… Но это не значит, что они обеспечивают тебя и деньгами. Тебе зарплата надо предварительно договориться. Зарплату дадут тебя. Да, вот столько. Вначале, если тебя, может быть, низкое будет. Но потихоньку, конечно, ты получишь, как остальные врачи в Швеции. Я понял. Но жилье будет, Хаяма. А есть ли шведского? Шведского, если нет. Шведского нет. Обычно, если тебе хотят, опять же, ты договорился с ними предварительно. Они захотели тебе, да, одобряли твое принятие, да. Тогда они и тебя пошли на курс сами. Или тебе скажут, что надо делать. И, наверное, 50% будешь среди нас находиться, чтобы научиться. Просто научиться. И слушать. Так называемая аускултация, по-шведски говоря. То есть ты аускултируешься. Ходишь с кем-то. Каким-то отвечающим за тебя. И ты будешь учить язык в это время. Я, поскольку здесь, как говорят, надврач, да. И специалист. Поэтому мы принимаем, например, если врачи принимаем, да. Мы их оцениваем. То есть я... Обычно мне дают, например, те врачи, которые начинающие, или те врачи хотят специализироваться, да. Я, как руководитель, да. И уже я смотрю, как они исправляются. Работают нормально. Теоретическая база у них. Обычно я их экзаменюем, да. Вот до начала работы. Посмотрим, как они исправляют, например, какую-то ситуацию, да. Возьму, например, врача на отложку, да. Скажу, бери вот этого пациента, пожалуйста. Посмотри, что с ними. И делай как. То есть все бери. Анамнез. То есть историю болезни. И ставь диагноз. И что будешь делать с этим. Как ты думаешь, что нам делать. Вот этот... Потом я посмотрю, как он себя вел. Как он решился. Хорошо, нехорошо. Где он... Недостатки его. Что он... Это вначале, да. А потом в конце тоже делать такое же. Когда заканчивают у нас, например. На какое-то время приехали. И только делать свое... Вот этот общий... Как говорят, базу пройти, да. Вот тоже экзамен сдает. Простой, но правильно, да. Все равно мы смотрим, как они исправлялись. Они за это время хорошо себя осваивали систему и знания. У них были хорошие знания или нет? То есть мы оценим их, да. Я, например, иногда они придут ко мне. Я экзаменую. Иногда к другим. Но мы друг другом разговариваем. Тоже врачи, да. Как мы думаем о... Этого врача. Ну, обычно... Обычно... Обычно хорошие врачи. Я же вижу... Очень редко вижу, что приходят не знающие. Все равно. Ахайям, а из каких стран приезжают? Разные вообще-то. Ну, ты, например, кого экзамен? Из Ленинграда был, например. Из Санкт-Петербурга, да? Да. Один. Он хороший, да? Он армянин был. У нас бывают из Афганистана, бывают из Ирака, бывают из Канады, из Польши были. Вот я у меня был... Один из Канады руководил, один из шведов у меня, да. То есть из Армении тоже был парень? Из Армении. Я не руководил его, но он тоже у нас был, да. Напоследок, Хайям, что бы хотел передать тем, кто готовится переехать за границу в Швецию и работать врачом так же, как и ты? Вообще не бояться. Раз они на самом деле имеют образование, значит, образование, вообще врачебное образование в бывшем советском, я как учился, да, хорошее. Здесь, например, я бы и сказал, даже сильное образование. Поэтому, кто врач, там вообще нечего бояться. Можете стать врачом здесь. Просто надо стараться. И нацеленно учиться, и нацеленно пойти. То, что цель положена, да, вначале. Тебе дали, например, вот это делать, вот так делать. Делай, получишь. Как получил, уже, правда скажу, жизнь облегчается, легко работу найти. И трудностей нет ни экономические, ни общественные. То есть, найдешь работу легко, врачи нужны, вообще очень нужны. Тем более, сейчас требования стали не такие, как раньше, в 90-х, да? То стало легче. Да, легче стало. Потому что, как говорят, нехватка врачей, да, на самом деле. Так, друзья, переезжайте в Швецию. Всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok